МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Упаковка на белорусском предприятии повышенное внимание, расфасованное таким образом сухое молоко, более востребовано на китайском рынке. В Калинковичах в таких пакетах 65% экспортных поставок – это самый высокий показатель среди молокоперерабатывающих предприятий страны. Кстати, сами китайцы сегодня реально заинтересованы в нашей продукции и даже сняли рекламный ролик о калинковичском молоке. Выйти на китайский рынок Калинковичский молочный комбинат пытался на протяжении года. Вначале длительная переписка и обмен информацией, потом непосредственно приезд партнеров из Поднебесной в Беларусь. Более чем пятилетнее сотрудничество подтвердило, китайский рынок для наших предприятий можно смело называть перспективным, особенно с учетом его возможностей и потребностей. По большому счету, сделанное за это время – только начало. Нужно выдерживать жесткую конкуренцию с другими производителями, а для этого необходимо постоянно соответствовать требованиям рынка. У нас была линия по производству фасованной продукции до 20 тонн в месяц. Нам этого стало недостаточно. И в 2021 году мы вышли на большие объемы. В ноябре 2021 года мы вышли на большие объемы. И мы не останавливаемся на достигнутом. Мы и дальше хотим покорить наших китайских партнеров новым форматом упаковки, новым дизайном. И я думаю, что проведя модернизацию и закупив новое оборудование, у нас все получится. Сегодня в составе Гомельской мясомолочной компании 10 перерабатывающих предприятий. Все они имеют лицензии на продажу своей продукции в Китае. Каленковичский мясокомбинат получил такое разрешение последним. Кстати, белорусское мясо пользуется особенно высоким спросом на рынке Поднебесной. Рынок Китая для нас очень важен. И по итогам года, 22-го, он вышел у нас на второе место впервые. Он удвоил объемы по сравнению с предшествующим годом. И за прошлый год мы поставили на экспорт все предприятия холдинга 52,8 миллиона долларов продукции в эквиваленте. Особенно рост у нас в 2022 году был по экспорту мяса говядины. И в общем экспорте, три четверти экспорта в Китай, это было мясо говядины. Тем не менее, и молочная продукция, и мясная продукция все приросли по экспорту. Как я сказала, мы его удвоили. Ну и то, что выбирали наши партнеры, это, конечно, мясо говядины, это сухое обезжиренное молоко, это сыворотка, сухое цельное молоко, цельномолочная продукция. То есть интерес растет. И мы надеемся, что и в этом году мы точно так же хорошо будем сотрудничать с китайским рынком. Однако только поставками в Китай мясомолочной продукции Гомельская область явно не ограничится. В ходе недавнего визита в эту страну президента Беларуси и его встречи с руководителем Поднебесной Си Цзиньпином партнеры высказались однозначно. Минск и Пекин будут укреплять партнерство по всем направлениям. Стороны заключили почти четыре десятка соглашений и контрактов. Мы заинтересованы, крайне заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию. Включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий. Продвижение товаров и услуг на рынке третьих стран. Потенциал двусторонних проектов громадный. Сегодня, кроме мясных и молочных продуктов, регион экспортирует в Китай также древесину, целлюлозу и изделия из меди. Олег Сентюров, Анна Гордеева. Новости недели.